Звезда не звезда, но жизнь сейчас такая, что под рукой нужно иметь свой огородик. Работаем в тепличке. Посеяли разные семена и посадили рассаду. Теперь у нас работаем с утра до вечера, каждый день. Ну вот так выглядит наша тепличка внутри. Тут еще мы не доделали по правой стороне. Будем бороться с сорняками, но это все уберется за один день. И здесь мы посеем тоже огурцы, семена и посадим рассаду. Баклажаны, перцы, помидоры. А здесь у меня вот такой клаптек земли уже засеян разными семенами. Рукола, базилик, шпинат, салаты разные, петрушка, укроп. Все это уже сейчас будет скоро всходить. Там уже тоже немножко есть рассады, огурчики, которые я сама сеяла, моя рассада. И немного помидор черри. Ну а тут накрыли черной пленкой тоже, чтобы быстрее ушел бурьян. Потом это все перекопаем, вытрусим. Все под рассаду пойдет. Так что вот так нам выглядит наша теплица. Размером она у нас 15 в длину и 3,5 в ширину. Рабочей площади здесь 3 метра. Полметра это ширина дорожки. Сейчас за теплицей хочу посеять вот такой вот сорт стручковой фасоли анаконда. Она растет вот такими длинными, длинными, длиннющими просто, наверное, по 2 метра. Такими вот стручками. Длиной они от 30 до 80 сантиметров. Указано на упаковке в описании. Они имеют зеленого цвета волокна, мясистые. Короче, сладкий сорт спаржевой фасоли. Вот здесь за теплицей я сделала такую грядку, борозду. И когда она подрастет, она будет плестись как раз по вот этой вот сетке. Мне как раз и нужна такая вот для нее опора, чтобы ее не делать самому. Эту опору будет плестись по сетке. Вот такие черные семена у этой стручковой фасоли. Здесь пакет 10 грамм. Сейчас буду распределять. Посеяла я эти фасолинки. Даже посчитала, у меня вышло 63 фасолинки в 2 рядка. То есть на 2 секции сеток. Сделала дальше еще один рядок, потому что не помещалось. У нас 63 фасолинки вышло пакетик 10 грамм. Но сейчас прикопаю и будем поливать, ждать первых всходов. Вот, все, прикопала фасольку и сделала себе такими палками ненужными. Разграничение, где она у меня посеяна, пока не прорастет. Видно, не будет, а бурьян будет лезть, чтобы эту фасоль вдруг не сполоть. Сейчас пролью первый раз. И через пару деньков еще раз пролью. Я думаю, в течение недели начнет прорастать. Будем ждать первые всходы. Так что ждем первых всходов. Через сколько они появятся, я сообщу тогда, когда они появятся. Посеяла фасоль свою стручковую китайскую. И следующую грядочку сделала. Борозду. Посею вот такой вот горошек. Пусть тоже по этой сетке плетется и растет. Этот сорт горошка среднеспелый. Вегетационный период у него от 90 до 100 дней. Практически все лето будет. Растение среднерослое. Высотой от 80 до 120 сантиметров. Стручки широкие, длиной от 12 до 15 сантиметров. Содержат от 4 до 6 крупных бобов. Семена зеленовато-белые, окрас коробца черные. Замечательный на вкус, пригодный для потребления в свежем виде и для консервирования. Вот такие вот будут у нас стручки молодого горошка. Будем сеять. Посмотрим, какие внутри семена. Внутри пакетика вот такие семена горошка. Их всего 10 штук. Как раз хватит мне на одну вот такую вот грядочку. Сейчас разложу аккуратненько и засыплю земелькой. Семена довольно-таки крупные. Разложила их. Сейчас присыплю землей. Затем полью. И сделаю себе разметку палочкой, чтобы знать, где у меня посеян горошек. Чтобы его вдруг зайдет, и я забуду, чтобы его не сполоть. Все очень просто. Земля очень хорошая, черная. Хороший чернозем. Затеплится. И в теплице тут вся земля удобренная. И будет расти, как на дрожжах у меня. Все без всяких подготовок. Просто кинул в землю. И хай соберасте. Я вам скажу так, что я вообще не огородник. По жизни я человек больше творческий. И для меня сажать огород, сеять семена, это что-то новенькое. Так что, если что-то я делаю не так, то, конечно, я свои ошибки признаю. И буду учиться. На своем же опыте. Надеюсь, что у меня все получится. Все пролила. Сейчас для себя же сделаю здесь ориентир. У меня есть вот такая палочка. Просто здесь рядом положу, чтобы отметить, что у меня вот здесь грядка. Что у меня здесь горошек. Все. Сегодня я посеяла стручковую китайскую фасоль. На две секции. И на одну секцию забора у меня здесь молодой горошек. А сейчас иду в теплицу. И хочу досеять уже прям в луночке вот таких два сорта огурчиков. Это огурец Альянс и огурец Зузанна. Вчера я сюда уже высадила свою рассаду огурчиков. Вот на вот этом небольшом участке моя рассада. И несколько вот в рядочек у меня помидоры черри. Они хиленькие и хиленькие. Но ничего. Может отойдут. И сделала лунки под те огурцы, которые я вам сейчас показывала. Сейчас в эти луночки я посею по две семечки огурцы Зузанна. Семечки все разложила по лункам. И сверху присыпаю землей. Но не сильно глубоко. А затем я уже буду поливать. Кстати, семена сверху покрыты синим. И кто знает, что это, почему это, зачем это, напишите мне в комментариях. На упаковке было написано, что эти семена из Чехии. Возможно, это сверху их чем-то еще обрабатывают. В общем, я ничего не знаю. Я в этом деле вообще новичок. Поэтому, кто знает, напишите. Все. Пока что я посеяла в лунке сорт Зузанна огурчиков. Следующий сорт у меня Альянс. Я уже буду сеять завтра. После того, как уберем на той стороне уже сорники. Специально накрыли черной пленкой, чтобы трава быстрее попрела. И будем уже обрабатывать все это завтра. Завтра досею туда огурцы Альянс. И, возможно, уже куплю рассаду, какая будет продаваться. Посмотрю, что будет продаваться. И хочу посадить помидоры рассаду. Баклажаны. В общем, перец болгарский. В общем, что найду, то куплю, то и посажу. На этом все. Вот так у меня сейчас выглядят мои посевы. Два дня прошло. Каждый день опрыскиваем, поливаем. В общем, ждем первые всходы. Всем пока! А мы все продолжаем делать наши окорочка вкусненькие. Был процесс засолки и был процесс варки в духовке. Паром варили. Да. До 73 градусов внутри. Вывешиваем, а потом будем коптить. Как этот процесс называется сейчас? Вывешивание на просушку, да? Чуть-чуть остыть надо. А, им после духовки надо остыть. Они доводятся до температуры сколько? 73 градуса внутри, да? Да, 73 градуса. Вот. И потом уже... Сейчас до 45 остынут и на копчение. И на копчение. Они очень вкусные. У нас все, кто не пробовал, все заказывают. Сочные он капает. Мы готовим и себе, и людям на заказ помогаем. Кому хочется кушать натуральную и качественную продукцию, заказывают у нас. Потом будем коптить. Подкапчивать ольховой щепой. Такие окорочка очень-очень вкусные получаются. Ой, какая ароматная вкуснятина. Вот чем занимаются жители села в такое непростое время в Украине. Живемо и робимо натуральную домашнюю смакоту. Дуже смачно, дуже-дуже. Дуже смакотная приятная.